Первый комментарий к Стасу. Речь идет не о главной странице в Евгении, в данном случае, как я понимаю, а просто это изображение. Это просто структура. Да, это просто структура. Значит, второй вопрос. Меня как раз больше всего в этой идее беспокоит, а не будут ли в результате разделения энциклопедий по разным правилам. То есть, сохранился ли у нас, например, такая вещь, как общая интерьера изначальности. Конечно. А какого можно? Это я понимаю, но вот тут надо быть очень аккуратными. Ну, не в частности, да? Понятно, что вот эта примерно интеграция, например, с какими-то связями с внешними сайтами, да, примерно то, о чем я тоже говорил. Вот, но надо есть в виду, что внешние сайты, они потому и внешние, что у них принципиально другие правила. Поскольку у них есть, они узкотематические, у них может быть нормальная редакция экспертов, и им не нужна МТЗ, мы поговорим. Да, да. А Википедия, она нужна. Да, и вот как-то надо следить, чтобы Википедия осталась в Википедии, а не в Санкт-Петербурге. Да, это самое такое. Вот просто пришел вопрос, а можно ли будет найти, да, из субпорталов ГУП статью по биологии, да, введя ее в поиск. Но почему нет? И в конце концов, это можно описать настройку, искать только, допустим, по каким-то признакам, да. Да, я в самом начале говорил о прикреплении значков портала с хорошим статьям. Конечно, артеновершенность не надо, но можно ориентироваться на категории, на шаблоны, на страницах обсуждения. То есть там можно, наверное, это не сложно, сделать настройку, да, искать только по тематике моего воссуспортала или искать по всей их вебедии. У меня вот по всем статьям пришел. Вебедия, сейчас я одна, просто чтобы это было понятно, что она не делится. Не в вебедии не делится, не в самом начале, а не делится. Да, Федор, слушай. Вадим, голосом, вот, у меня два вопроса. Вопрос, значит, первый. Мне кажется, это умнейшее качество редактирования статьям. Если почему, то, например, пишу статьи на одну тему, набираю специалистов по-другому, разбираюсь по-другому, разбираюсь по-другому. Если я же, ну, кажется, в какой-то портале, я перестаю следить за вопросами. Остальными вопросами, которые все-таки уходят в северную компетенцию. И при обсудении, допустим, хорошей статьи в портале «Биология», где вы стараетесь, что биолог, который пишет статьи на тему «Мастопродукты», просто ему это интересно. Так, это мой портал «Биология». Тогда вам не надо замокаться на каком-то портале. Оставайтесь в генеральной египетии, сидите за всем. Немного другого. Вот сейчас в портале «Биология» обсуждается какая-то хорошая статья, да, вот, качественная статья. А при этом, в обсуждении, все остальные участники, я думаю, как-то все-таки замыкается в портале «Биология». Вот, потому что прошла такая мысль, что будет какой-то тип... Ну, смотрите, сейчас в портале «Биология» появляются на закладной странице, какие-то их местные, естественные статьи появляются ли? Да. Кто-то их там обсуждает, кто-то их туда вносит. Может, где-то давно было где-то. Вот. Это какие-то местусобойчики, они так отношения. То есть, это ничего не изменится, в этом отношения. Хорошо, второй вопрос. А чем, в принципе, этот факт отличается от категории «Биология»? От категории? Да. Вот я вот захожу в категорию, нажимаю на категорию «Биология» и вижу все, что связано с биологией, в том числе вот эту структуру категории. Чем это отличается принципиально от портала? Портал «Привлекательный» в плане «Биология». То есть, давайте мы берем заглавную страницу нашей индипедии и вместо нее поставим ссылку на категорию «ЖИТЕ». Чем это будет отличаться? То есть, я не знаю. То есть, это только фасад получается? Да, только фасад. А в этой связи как раз вопрос. А нельзя ли объединить квартал с категорией? Чтобы категория сразу имела очень большую интерфейс. И тогда бы это было полезно и топливо, и понятно, для чего. Ну, наверное, развивать идеи, конечно, можно. По сути, я только в первый раз, когда сумировался, просто делал. И надеюсь, что круглый стол я не буду сматывал, правда, но могу так надеяться, потому что у нас и не нужно его заработать, а в принципе уже эти видео онлайн можно все это обсудить. Да, я думаю, что вы делали вопрос казачьего техничества. Это скорее такая проблема технической реализации, допустим. Потому что здесь было представлено, там, джеброфи.нуру. Это можно сделать и видеть просто как бы редиректор. И скрипт упоминает этот редиректор, и дальше человек уже может нажимать на ту же самую пузырь, где ходит на этот портал. Это просто проблема такая в скрипте, технической реализации, думаю, будет редиректор. И еще второй момент. Допустим, человек вбивает в адресную точку, допустим, в географии не RU, а N, допустим, на Wikipedia.org, он может автоматически перейти на сходный портал в английский или там, идти, там, по-кругому языку. Потому что все порталы, например, на своих языках называются, а вот этими системами англоязычных интелектов можно, так скажем, объединить взаимодействие во всей Википедии, во всех языковых грязах. Это преимущество или не так? Это преимущество, потому что сейчас у нас интернете с порталами сложены. Какие-то сложные. Да. Да. Ну, сложные. У меня к порталам было такое отношение, как их темы тяжелого вносить шок. Да, да. После вашего доклада почему-то у него не возникло. Ваня может лучше допросить. Потому что все посложно. О том, теперь вопрос такой более. На мой взгляд, как вы относитесь к тому, что у нас идет отдельный портал, отдельный проект? И портал как парадный, все проекты как рабочие. Как идея интеграции портала в проекты, даже может быть технической интеграции в одно пространство? Одно пространство? Ну, смотрите. Из того, как я уже сказал, проект – это аналог пространства проекта. Ну, это не пространство. Мы говорим, что пространство проекта. Это аналог пространства в Википедии. В общем, можно ли объединить на главную страницу и ее тоже поместить в пространство в Википедии? То есть принципиально, ну, по крайней мере, для меня какой-то концепции момент, чтобы, если нам что-то непонятно, мы смотрим, как это уже сделано в нашем генеральном Википедии, в котором уже почти все сделано. На самом деле, мы там очень много правил можно сделать. А как, например, выделили в отдельное пространство? Были вопросы – надо, не надо? Вот, исходя из этой концепции правильного дели, потому что АК должен быть равен тот, что прямой, тот, что… А там все. Независимо… Нам не нужно АК, да? Нам нужно всего один АК на любое количество субпорталов или доменов и так далее. То есть, ну, правильного дели. А вот форум, форум, видимо, не нужно выделять вообще. А может, форум – это что-то такое… Должно, должно стать википедией, либо выделить, но тогда, значит, еще у нас будет координация между проектом. Википедия, пространство, вот видите, пространство. Форум – еще более сложная координация. Две колеса, два вопроса, три фермика. Первое – это количество порталов тогда. Да, потому что даже… А вот тогда даже вот в том военном, в котором был, где их много, стало в своем вопросе. А вот это не вопросительная знаки, которые будут на горизонте? Я понимаю, что это у нас только как. Даже здесь у меня выбор между историками. А если там еще появляются теоретические порталы, то вы выборы чего? Своим личным пространством. Через какую луку, если мне интересно, шире, чем в плане. А если у вас больше, то вы не боитесь, что если их много, то это будет проблема общая, абсолютная. То есть у нас есть сотни порталов, и есть участники под нему множество историй у нас. Есть номинация портала на статус избранного. Можно предполагать номинация избранного портала на статус судами. Соответственно, идет обсуждение. Достаточно ли там активного участия? Насколько зрелые там сообщества? Какие им, в данном конкретном случае, давать права? Давать им права, там, принимать какие-нибудь учащие критерии значимые? Нет, да. Но для этого, на самом деле, первого, у меня был второй, более, естественно, простой. Значит, первый вопрос, по-моему, под... Соответственно, всем? Нет. Возможно, на другой вопрос, да. Вот почему я, наше, кстати, вернусь к логисту, да, и к революции. Возможно, нам стоит и не так, да, не телефонку давать тем, кто созрел, а, скажем, сразу, вот, взрывным таким образом, там, по 10-15 академическим предметам сделать. Физика, химия, экология. С последним мобинатом вещам не делали. И, возможно, это приведет к уголовному присталку в частности. И второе, если можно, КВТ, это буквально не предложение. Если, предполагается, что есть какие-то разные обсуждения, которые могут принимать какие-то решения по поводу практической статьи, то что делать в том случае, если от нас, например, попадает в поле, скажем так, интересных местных порталов? Не придет ли это, например, к увеличению конфликтности вместо их решения? Ну, по сути, ведь сейчас точно так. Видите, это, по сути, просто повышается, вот, все, все предложение сводится, почти. По повышению статуса портала. Конфликты, они сейчас так и есть конфликты. Да, да, и так же, эта тема может быть в поле интересов одного проекта, другого. Он не так, если кто любвируется. Но он не так и готовится просто. Что именно? Конфликты. И тем, что портал получил собственное численность? Или чем? Ну, запомнил. Тем, что портал получил собственную возможность принимать какие-то какие-то решения. По поводу, как и с этим. Ну, правила все сохраняются. Если активные, да, гидроидные два портала не вызывают забили, то кажется, что они будут что-то похожее на картинированные с порталкой, то просто не надо их давать. Ну, я не знаю. Класс. Если последний вопрос, потом мы выберем. Да? Да. А потом уже можно, кто мне сверху дайте. И есть. Добрый день. Я рад вас видеть. Спасибо. У меня вопрос к порталу. Вот когда если мы пишем переговоры в ПЕДЕ, мы увидели, что новые пользователи в ПЕДЕ. Все новички фактические. Все новички и они не совсем понимают, на самом деле, что такое категория. Но им проще, мне кажется, понять, что такое портал. Потому что людям, новичкам, надо менять не посмотреть, что-то структурировано. Это как бы ответ на принятие следующей формулы. Да. И хотелось бы, чтобы если вам действительно необходимо и портал, и категория, можно привести такое решение. Режим новичка и режим, ну, такой нормальный режим. И режим новичка. И человек, если новичок, ему проще ориентируют порталы. И оружия сама. Да, да. Можно, да, только. Наверное, нет. Продолжение следует...